Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. В моем докладе хочется поговорить немного об особенностях ведения онкологических пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции. Как известно, что в этом году человечество столкнулось с, скажем так, большой проблемой, которую затронула все страны, включая и нашу страну. В марте этого года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по COVID-19. На данном слайде представлены данные по мартовской статистике по данному заболеванию. Надеюсь, что статистику на сегодняшний момент показывать не надо. Всем известно, что сейчас за последние две недели эпидобстановка, включая нашу страну, становится все хуже и хуже. Но, несмотря на это, нам приходится работать, вести пациентов и их лечить. Если рассматривать смертность по нозологиям, то онкология занимает не самое первое место в этом рейтинге. Но следует отметить, что пациенты с онкологическими заболеваниями, они больше подвержены риску заболеть, также получить серьезные нежелательные осложнения, включая также и летальные исходы. Здесь видим, что статистика по онкологическим пациентам и по обычным людям – здесь первенство у наших пациентов, к сожалению. Также по риску жизнеугрожающих осложнений наши пациенты в три раза подвержены больше риску получить эти осложнения, чем обычный человек повседневной жизни. Ну и как бы можно сделать выводы, что пациенты, которые страдают онкологическими заболеваниями, исходя из факторов, которые усугубляют их состояние при данной эпидемиологической обстановке, они более подвержены риску заразиться ковидной инфекцией и также получить больше осложнений при данном заболевании. Причем пациенты, которые страдают раком легким, они более подвержены рискам заражения и осложнений ковидной инфекции. Ну, как сказал уже, вот комплекс, из которого складывается риск увеличения риска смертности наших пациентов – это само наличие злокачественной опухоли, также жизнеугрожающие осложнения, которые пациент может получить в результате лечения, нежелательные явления, которые увеличивают риск данной патологии. И как бы можно сделать выводы, что любое решение о тактике пациента, оно должно обязательно быть принято на медицинском консилиуме, в котором принимают участие несколько специалистов, чтобы исходить из возможных рисков наличия самого заболевания, рисков получить осложнения на фоне лечения, также рисков получить осложнения на фоне ковидной инфекции. Ну, как везде принято, сейчас пациенты перед началом лечения обязательно проходят тестирование на ковидную инфекцию. В случае выявления ковидной инфекции, ну, как, в принципе, при любом инфекционном заболевании, будь то гриппу, РВИ, пациенту откладывается сеанс химиотерапии, сеанс лучевой терапии, того же планового хирургического вмешательства, пациент должен пройти лечение по, скажем так, получившему заболеванию. Если пациент, течение заболевания протекает бессимптомно, то лечение может проходить амбулаторно. При наличии осложнений ковидной инфекции пациента необходимо госпитализировать в стационар, чтобы проводить лечение уже в условиях стационара. Если же пациент получил отрицательный тест перед началом лечения, в таком случае мы проводим ему запланированную схему лечения. Причем это лечение может проходить как в онкологических учреждениях, то есть в условиях углосыточных стационаров, может проходить на дому, если это лечение пациент получает пероральными препаратами. Также таким пациентам мы можем рекомендовать устроить, так сказать, химиотерапевтические каникулы, то есть у пациентов в данный момент можно сделать перерыв в лечении, тем самым обезопасив его от контакта с окружающими людьми. И по поводу, ну это я еще чуть попозже скажу, хотел бы акцентировать внимание на лечении пациентов в условиях амбулаторных условиях, причем сейчас это можно сделать в условиях центров амбулаторной химиотерапевтической помощи, опять же, чтобы не происходило смешивание потоков пациентов для круглосуточных стационаров и пациентов, которые лечатся и обследуются амбулаторно. Если рассматривать рекомендации Европейского онкологического общества, то можно выделить следующие пункты ведения пациентов, онкологических пациентов в условиях эпидемии. Это тесное сотрудничество с местными органами власти и здравоохранения для обеспечения безопасного предоставления высококачественных услуг онкологическим пациентам. Также выполнять основные принципы координации онкологической помощи с использованием виртуальных технологий, чтобы, опять же, побезопасить наших пациентов от больших контактов с окружающими людьми. Также пересмотреть схемы лечения с целью сокращения числа посещений клиник во время пандемии, дать предпочтение пероральным препаратам, либо заменить схемы лечения, при которых пациент посещает клиники еженедельно на двух-трехнедельные циклы, если это позволяет заболевание и тактика лечения. Также стараться меньше использовать переливание компонентов в крови, обсуждать, если это пациенты, касающиеся, которые проходят лучевую терапию, обсуждать с радиологами возможность химио-лучевой терапии, также в сторону снижения посещений клиник, снижения, уменьшения доз препаратов, чтобы уменьшить риски возможных осложнений и риски осложнений в случае инфицирования ковидной инфекцией. Группа риска среди онкологических пациентов – это пациенты, которые имеют, скажем так, длительный онкологический стаж, скажем, не длительный онкологический стаж, а стаж лечения, химиотерапии, лучевой терапии, трансплантации костного мозга, пациенты с некоторыми типами опухоли, кроветворной ткани, то есть те пациенты, у которых иммунная система уже ослаблена и которые могут быть более подвержены риску инфицирования ковидной инфекцией. При алгоритме обследования онкологических пациентов можно сказать, что алгоритм ничем не отличается от алгоритма обследования при обычных осмотрах обычных пациентов вне эпидемии. Просто добавляем небольшие, ну, не большие, а дополнительные обследования, которые позволяют нам, опять же, исключить вероятность осложнений и также на основании клинических данных заподозрить наличие ковидной инфекции, чтобы уже потом подтвердить и, скажем так, изолировать пациента от персонала, от других пациентов. То есть мы при данных обследованиях добавляем, это будет у нас наиболее, более частое использование, это пульсоксиметрия при нарушении дыхания, при жалобах со стороны дыхательной системы, при клиническом аспотре, при аускультации можем воспользоваться этим методом. Также, ну, как и везде сейчас использование, это ПЦР-диагностика ковидной инфекции. Можно сказать, на опыте нашего учреждения с мая этого года наш центр вёл обязательное тестирование на ковидную инфекцию, экспресс-тесты. Все пациенты, которым планируется госпитализация либо в круглосуточный стационар, либо лечение в условиях дневного стационара, все накануне проходят экспресс-тестирование. Случай выявления, причём ответ на данное исследование даётся в тот же день, и лечащий врач знает, что уже вечером, что его пациент либо является носителем данной инфекции, либо у него тест отрицательный. То есть на следующий день мы уже знаем, что к нам придёт пациент, не носитель, а тот, который является носителем, мы в тот же вечер обзваниваем его, предупреждаем. Тест дополнительно уходит в центральную лабораторию в случае подтверждения наличия инфекции. Пациенту об этом опять же сообщается, и он обращается по месту жительства, ему либо высылается по почте, либо, не знаю, другими средствами передачи эпидномер, и пациент получает лечение по месту жительства. После выздоровления, получения отрицательных тестов, он продолжает лечение в необходимом объёме, ну, там уже в зависимости от тех осложнений, которые у него были выявлены во время лечения ковидной инфекции. Также все пациенты, которые поступают в условия круглосуточного стационара, они проходят компьютерную диагностику грудной клетки, опять же, для выявления пневмонии и для определения дальнейшей тактики. Ну, как здесь уже сказал, что проходит компьютерную томографию, также выполняется всем пациентам электрокардиография, которая помогает установить наличие инфекции, предположить. Подходы лечения в условиях эпидемии, как и раньше, до эпидемии, каждый пациент – это индивидуальный подход к лечению, к выбору тактики, которая определяется в зависимости от его общего состояния, от выраженности заболевания, симптомов заболевания, также от лабораторной диагностики, определяется индивидуально. При этом всё обсуждается на уровне консилиума, и пациент продолжает лечиться. Также сейчас можно рассмотреть, если почитать литературу, большинство онкологических сообществ мира вырабатывают свои рекомендации по поводу введения пациентов в условиях эпидемии, в условиях пандемии. Это, опять же, всё направлено на то, чтобы снизить контакты наших пациентов, но не только наших пациентов, а вообще население между собой, чтобы уменьшить риск заражения. Также рекомендуют отказаться от заведомо токсичной химиотерапии, которая может вызвать особенно осложнения со стороны лёгочной системы, чтобы избежать в дальнейшем осложнений. При выборе терапии отдавать предпочтение больше пероральным препаратам, также схемам лечения, которые уменьшают посещаемость пациента непосредственно в учреждении. Также перевод при возможности пациентов на динамическое наблюдение, если в это время пациенту не требуется острого лечения и, возможно, динамическое наблюдение. Также увеличение сроков обследования пациентов, если, опять же, это возможно при, например, отсутствии токсичности лечения, не надо назначать еженедельные клинические исследования крови, это достаточно назначить непосредственно перед проведением сеанса химиотерапии. Также, возможно, в отдельных случаях индивидуально это перенос очередного цикла химиотерапии на две недели, также проведение контрольного обследования не после второго, а после третьего цикла. Но все эти, скажем так, нововведения, мероприятия, опять же, следует проводить индивидуально. Индивидуально от заболевания пациента, от его состояния, от его побочных явлений, которые он получает на сеансах химиотерапии. Ну, здесь тут также на этом слайде перечислено то, что о чем говорил. В настоящий момент нет абсолютных противопоказаний для проведения того или иного метода лекарственной терапии, также четких рекомендаций относительно последовательности их выполнения, поэтому каждый конкретный клинический случай рассматривается и в индивидуальном порядке. Ну, и как бы небольшая выдержка из ланцета. При анализе смертности от ковидной инфекции у пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, как бы основными факторами это являются возраст, пол, ну и в основном сопутствующие заболевания, которые оказывают значимую роль не только в, наверное, условиях эпидемии, но и в повседневной нашей жизни, когда мы проводим специфическую цитотоксическую терапию. Поэтому надо лечить, продолжать пациентов, как лечили. Они этого хотят. Мы тоже, наверное, хотим помочь людям, поэтому продолжать лечение. Самое главное – соблюдать все условия, поэтому берегите себя, своих близких, ну и также наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо за предоставленное слово. Субтитры создавал DimaTorzok